В селе Средние Тимирсианы местные жители благоустраивают родник. Поскольку сейчас на полях и огородах горячая пора, то приходится выкраивать драгоценное время на благое дело в выходные дни и в будни по вечерам. Активисты села считают, что родник не просто источник воды. Он должен стать местом отдыха тимирсианцев. Мы хотим, как говорится, святое дело сделать, потому что родник, в моём понимании, это источник жизни и здоровья. И для этого хотелось бы, чтобы в наших тимирсианах, особенно в средних тимирсианах, был родник и параллельно купель. С этой целью мы всё это действие затеяли. Средние тимирсианы с Ленинского района родниками не славятся. Находку обнаружили около семи лет назад. Родник я нашёл как? Я здесь рыбачу, по утрам хожу на рыбалку и смотрю, когда спускался, здесь из-под земли вода сочится. Но я решил это подкопать. Думаю, родник здесь. Ну, так и пошло, пошло. Я выкопал, потом маленькие ступеньки всё сделал, трубу положил. Но спускаться к роднику приходилось через заросли крапивы, деревьев и кустарников. В дождь дорога размывала, и подойти к источнику было очень сложно. Тогда Евгений Петрович Краснов, который давно живёт в Большом Нагаткино, но почти каждый день навещает своих родителей, решил благоустроить родник на своей малой родине. По предварительным расчётам на благоустройство родника уже потрачено около 350 тысяч рублей. Немалую поддержку в этом деле тимирсианцам оказало Министерство природы. Для этого местная администрация вошла в госпрограмму. В результате 50 тысяч рублей поступили из областного бюджета. Также проект софинансировался из местного бюджета. Местные жители у нас очень активные. Идейный вдохновитель, я уже сказал, Краснов Евгений Петрович. У нас есть хорошие фермеры. Узиков Павел Анатольевич, Пандяков Сергей Владимирович, которые готовы выделить денежные средства, и не только денежные средства, выделяют и материалами, и помогают нам. Вот всем миром, как говорится. В планах на следующий год у жителей средних тимирсианц продолжить облагоустройство родника. Будет сделано ограждение, чтобы скот не подходил к источнику, а также облагорожены прилегающие территории. Для этого местные жители надеются вновь попасть в госпрограмму и получить материальную поддержку. В рамках реализации программы выделены средства областного бюджета в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей на благоустройство 26 родников на территории Ульяновской области. Также в 2021 году принято решение о поощрении муниципальных образований, которые в предыдущем году выполнили работы в срок. И в 2021 году мы поощрили такие муниципальные образования, как город Ульяновск, Меликевский район и Единский район. Уже в этом году дорога к роднику в Средних Тимирсянах будет покрыта щебенкой. Возведен сруб над купальней и источником. Сооружена лестница на спуске. Но, как сказали местные жители, это будет не единственный родник в селе. Это только начало. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.